Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Наказание за жестокое обращение с животными ужесточается. Я положила их в коробку, накрыла материалом, то что вниз положила и накрыла их, покормила и укрыла на ночь. Так почему же люди продолжают издеваться над братьями нашими меньшими? Земля для многодетных! Когда они приехали на место, то радужная картина рухнула. К выделенным участкам не проехать, а коммуникации полностью отсутствуют. Когда барнаульские семьи смогут начать долгожданное строительство? Из-за травмы сезон заканчивать не намерен. Еще месяц мы можем спокойно готовиться, а дальше будет видно. Сергей Шубенков вернулся в Барнаул, чтобы продолжить подготовку к мировым стартам. Живых завернули в пакеты, выбросили вместе с мусором. Многие уже наверняка слышали эту жуткую историю. Восемь щенят в контейнере нашла барнаульская школьница. А неделю назад мужчина выбросил с балкона кота, тот насмерть разбился. С начала года подобных историй можно насчитать уже около десятка. Наказание за жестокое обращение с животными ужесточается, но в полиции говорят, что дела в таких случаях не заводят. Подробнее о проблеме в сюжете Андрея Дреера. Мы с моей собакой проходили мимо мусорки, чтобы луну хоть немножко найти. И услышали писк. Ночная прогулка Екатерины завершилась спасением восьми щенков. Прямо в контейнер их выбросили в мусорном мишке вместе с отходами. Я положила их в коробку, накрыла материалом, то, что вниз положила, и накрыла их. Покормила и укрыла на ночь. Щенки, к счастью, выжили. Екатерина за ними ухаживает и пытается отдать в хорошие руки. Этим малышам еще повезло, ведь в последнее время неугодных питомцев просто выкидывают из окна. Неделю назад житель микрорайона Новоселикатный выбросил кота с балкона. Животное не выжило, но хозяин не переживал. Она попугает, чуть не сгрыз. По таким же животирам. Нифига себе, я его сколько раз уже у него выбирал. Этот случай только один из многих. В конце февраля житель дома номер 44 по улице Балтийской поймал соседнего кота. Связал лапы и сбил. Из девятого этажа бросил в мусоропровод. Кота Маркиза тогда спасли. Ну вот, получается, здесь подушечки лопнутые. Там когти вырваны. Но я боюсь показывать. Два месяца спустя житель квартиры на Глушково-3 скинул собаку с четвертого этажа. А когда выяснилось, что та жива, вышел и добил. Это похоже либо на какой-то жуткий флешмоб, либо на абсолютное непонимание того, что как только выбросишь из своего окна, найдут, выложат в сеть и поймут из какой квартиры. Неужели совсем не боятся последствий? По статье 245 Уголовного кодекса за убийство животного грозит наказание до 5 лет тюрьмы. А меньше двух недель назад в Госдуме предложили внести поправки в этот закон. Назначить уголовную ответственность за жестокость к животным не с 16, а уже с 14 лет. Но зоозащитники говорят, полиция таких дел не любит, а суд редко выносит обвинительные решения. Это нам подтвердили даже сами стражи порядка. А по преступлениям, перечисленным выше, наказание вообще никто не понес. Представители Ласки говорят, что за все годы существования приюта осудили только трех живодеров. Вот у кого действительно 9 жизней. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Мы можем помочь Екатерине. Одного щенка она уже пристроила. Остались еще 7. Если вы захотите взять малышей, заходите на страницу толка в инстаграм, где есть необходимые контакты. Ну а пока продолжим. Около 400 семей, которые получили участок в пригороде Барнаула, ждут, когда смогут начать долгожданное строительство. Напомним, землю семи получили в 2012 году. Но воспользоваться ей не могут. Большинство выделенных площадей непригодно для строительства. Нет ни инфраструктуры, ни коммуникаций. Почему власти взялись за участки, которые уже заросли травой? Разбиралась Валентина Аскерова. Поселок Бельмесева всего 20 километров от краевого центра. Чистый воздух, красивая природа. В этом месте в 2012 году, после указа президента обеспечить всех многодетных семей землей, парнаульские власти выдали участки. Но построить там дом и отпраздновать новоселье люди не могут. Вот уже 6 лет. Когда многодетные семьи получили здесь землю, то счастья их не было предела. Здесь есть и школы, и остановка общественного транспорта, и магазины. Правда, когда они приехали на место, то радужная картина рухнула. К выделенным участкам не проехать, а коммуникации полностью отсутствуют. Ольга, скажите, где ваш участок? Ну вот где-то здесь, на этом бескрайнем поле, которое уже, видите, заросло деревьями, травой. Сейчас многодетная мама Ольга Бабушкина и еще сотни семей, которые получили здесь землю, не могут даже ее распознать. На некогда чистом поле растут деревья в человеческий рост. Ольга с мужем воспитывает пятерых детей. В отличие от других семей, которым приходится снимать квартиру, жилье у Ольги есть. Старшие дети, женщины учатся сейчас в университете в другом городе, но когда вернутся, ютиться семерым в доме будет трудно. Для того, чтобы дети вернулись домой и начали уже свои семьи обзаводиться, семьями свои дома строить, конечно, нам вот этот участок очень необходим, очень нужен. И мы ждем, когда мы можем начать на нем строиться. В 2015 году многодетные семьи добились через суд, чтобы городские власти обустроили участки, провели необходимые коммуникации. Накануне в Алтайском ЗАГС-собрании вопрос по Бельмесево стоял остро. Чиновники рассказали, что проблема уже давно решается. А на вопрос, почему так долго, пояснили. Сложно прокладывать коммуникации в этом месте. К примеру, чтобы пробурить скважину, требуются большие деньги, так как вода залегает очень глубоко. На данный момент ведется разработка проектов. Это очень, как нам пояснили специалисты города, это затратные проекты, это не просто так все. То есть это очень сложно. Ну и пообещали через одну-две недели предоставить нам, скажем так, отчетность о том, на каком этапе это все находится. На встрече в АКЗС присутствовали и те семьи, которые до сих пор стоят в очереди на землю. Всего в списке почти пять тысяч семей. А землю дают максимум четырем в год. Но с недавними поправками в закон о выдаче бесплатной земли многодетным претендовать можно и вне очереди, если сам нашел свободный участок. Только выбирать стоит внимательно. Если нет коммуникаций, город проводить ничего не будет. Не поможет даже суд, так как землю люди выбирали сами. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком. К другим темам. Заседание по резонансному делу о гибели Михаила Седова закрыли от журналистов. Сегодня представители всех краевых СМИ попросили покинуть зал суда. С такой просьбой обратилась вдова погибшего и присяжные заседатели. По мнению супруги Седова, причиной послужило интервью в региональном издании, где адвокат одного из подсудимых усомнился в работе следователей и заявил о невиновности своего клиента. Судья в итоге удовлетворил ходатайство. Теперь на заседание могут приходить наблюдатели, но никак не журналисты. Напомним, на скамье подсудимых двое молодых людей, Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. Их задержали осенью 2018 года. По версии следствия, они договорились угнать машину. Случайный выбор пал на Субару Михаила Седова. В гаражном кооперативе парни сначала оглушили мужчину, затем погрузили в багажник, вывезли на озеро и зверски убили. У Михаила остались жена и двое детей. Подсудимые вину не признают. Барнаульского лихача Александра Руденко направили в колонию с удобствами, сообщает Барнаул-22. Виновника резонансного ДТП в центре Барнаула, в результате которого погибли молодая женщина и двое детей, этапировали в Рубцовскую колонию номер 5. Известно, что в исправительном учреждении, вдумайтесь только, имеется спортзал, кабельное телевидение, клуб, настольные игры, работает библиотека. В тюрьме регулярно проводятся спортивные мероприятия и даже церковные службы в местном храме святого Николая. Осужденные имеют возможность получить техническое образование и работать в кондитерском цехе. К слову, колония признана одной из лучших в Алтайском крае. Об этом заявляла ранее уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Напомним, апелляционный суд приговорил Александра Руденко к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима вместо колонии-поселения. А вот специалисты горэлектросети решили восстановить и обновить 260 опор. Освещение примерно столько же светильников и 7,5 километров изоляционного провода. Как и в предыдущие годы, на модернизацию уличного освещения отведено в три раза больше средств, чем на строительство новых линий. Где станет светлее, узнавал Андрей Дреер. Ярче, но экономичнее. На улицах Барнаула проводят капитальный ремонт линий наружного освещения. Для этого из краевого бюджета выделяют 30 миллионов рублей и только 10 на новое оборудование. Традиционного внимания уделяют улицам социально значимым. В этом году запланировано в рамках муниципальной программы строительства на 15 участков более 6 километров. Это поселок Центральный, Гласиха, Спутник, Авиатор, казенная заимка. То есть участки отдельные. То есть всего 15 объектов по строительству. И также 10 объектов за счет краевого бюджета по капитальному ремонту. Сделать освещение города экономичным теперь главная задача. Сейчас Барнаула освещает около 20 тысяч фонарей. Из них треть уже на светодиодах. Фонари светодиодные, они меняются взамен натриевых светильников. Для сравнения, если у натриевого светильника средняя светодача 115 люминоват, то у светодиодного светильника сейчас мы ставим 180 люминоват. То есть он в полтора раза энергоэффективнее, чем натриевый светильник. То есть мы тем самым уменьшаем мощность экономной электроэнергии. Кстати, капремонт рассчитан еще и на безопасность. Взамен бетонных опор устанавливают металлические оцинкованные. При столкновении они должны сминаться и минимально повреждать корпус автомобиля. Что же касается строительства новых сетей, то обещают, что в этом году новое освещение появится в пригородных поселках и в районе улицы Матросова. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Итак, главное село немецкого национального района Гальпштадт. Третьи сутки без воды. Об этом нам рассказали возмущенные жители райцентра. По их словам, они вынуждены покупать минеральную воду, чтобы просто умыться. Жители рассказали, что краны пересохли резко и практически во всем Гальпштадте. Его население, напомню, почти полторы тысячи человек. По словам людей, причиной такого массового отключения стали постоянные аварии и порывы сетей. Им пояснили, что руководство коммунального хозяйства сменилось и неизвестно, куда уходили деньги на ремонт коммуникаций. Комментарий от властей немецкого района мы пока не получили. К новостям из мира спорта. Несмотря на травму, Сергей Шубенков не собирается заканчивать сезон. Знаменитый барьерист вернулся домой на родину и сразу же начал полноценные тренировки. Вернулся из Австрии, там проходил экстренное лечение. Многие болельщики думают, что этот год для Шубенкова уже потерян. Почему с этим не согласен сам Шубенков? Знает Кирилл Политов. Ну так, с меня были другие, как сказать. А там умение может быть и небольшое. К стандартным базовым упражнениям разминки теперь добавилось еще одно. Скорее вынужденное. Реабилитацию проходил за границей, в Австрии, там лечил колено. Там же вернулся к тренировкам. Нагрузки, правда, были минимальны. Созванивался с личным тренером Сергеем Клевцовым по несколько раз в день. Уточнял, правильно ли все делает. Правильно. Теперь, как здесь говорят, началась полноценная работа. Нет, крест на сезоне ставить мы не будем, это 100%. Соревнования, до соревнований еще есть время. Еще месяц мы можем спокойно готовиться. А дальше будет видно действительно, как там, как пойдут дела. Как вообще я буду реагировать на нагрузки уже на настоящие. Всего у меня болит по чуть-чуть. Это все где-то, тут уже сейчас мне, например, не понять, это старая травма, или это последствия падения, или это все вместе. Это теперь, наверное, самый страшный сон Шубенкова и его болельщиков. За пару метров до финиша спотыкается главный соперник последних лет Тамар Маклеут. При этом ямаец как бы невзначай цепляет соседа Шубенкова. Падают оба. После такого полета Барнаулиц оказывается первым на финишной черте и автоматически в лазарете. Отменили все старты в июле. Это, конечно же, было вынужденное решение. Помимо графика выступлений, скорректированный график тренировок. Травма, вне всякого сомнения, мешает. Нагружаемся мы все равно как бы точечно и выборочно. И гораздо больше времени требуется на разминку сейчас, для того, чтобы как бы завестись в то состояние, в котором он может выполнять хотя бы ту работу, которую мы сейчас, в принципе, не можем не выполнять. Если мы имеем в виду этот сезон, все-таки как-то на него рассчитываем, а не заканчиваться тогда, вот как-то так. Большое возвращение наметили на вторую часть августа. Там пройдут забеги на этапе «Бриллиантовая лига». Не забывают про чемпионат мира. Это будет главный старт сезона. Побегут в конце сентября. Говорят, это и хорошо. Есть еще время, чтобы подготовиться. То ли в шутку, то ли всерьез. Сергей Клевцов предложил Шубенкову вернуть былой имидж. Уверяет, тогда фарт точно вернется. Все плохо идет. И... Нет, это не из-за бороды. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Спасибо. Видно, что Сергей настроен позитивно. Значит, все будет хорошо. А хорошей ли будет погода, узнаете через несколько секунд. Спонсор прогноза компании «Валар». У меня к этому часу все новости. До встречи.